что хочу сказать вот у меня в руках нож сокол сталь 65 х 13 нож утилитарный стоит полторы тысячи одно время нож очень сильно продавался на выставках значит ну какой достоинство ножа ну такая вот на мой взгляд самый удачный рукоять вот вот этот эта форма рукояти она очень такая эргономичная значит популярность ножа была связана с чем он универсальный он по-настоящему скажем так не охотничий не рыбацкий он просто нож на каждый день его можно сравнить там нож разведчика такой нет нож скажем так это нож не узко специальный он бы немножко подходит для всего миг гарду гарда нужно если нет навыка общения с ножом чтобы не пораниться вот достоинство ножа какая какое он имеет все равно небольшое брюшко и если им будешь курить принципе ну понятно что вот есть более там ножи например для этого приспособлены ну скажем банально вот такой конечно им удобней шкурить причем как маленького зверя этот гном модель так большого любого скажем то же самое вот нож это соболь номер 22 потому что города раньше был собор он был без горды им тоже более удобно шкурить зашкуривать об этом позже значит нож сокол им также удобно шкелить рыбку порезать что-то черное дерево венге стоит на нем жесткая воду не берет себя все это удовольствие полторы тысячи рублей даже можно без ущерба для здоровья скрывать консервы потрошить рыбу не рекомендуется как основной нож на охоте на серьезной охоте ну то есть охота на утках пойдет там утку хорошие там что там поделать мясо порезать колбасу порезать пойдет шкурить зверя можно если есть брусочек чтобы был вариант подточить надо понимать для вещей для таких вещей есть вот это мой любимый нож грибник 9хс ручная ковка кстати что хотел сказать по поводу стали 65х13 если действительно 65х13 или импортный аналог то стали относительно неплохая другое дело что у нас многие производитель ножей к сожалению сами не знаю что они ставят у них нож блестит если он может называться по-разному я видел таких юмористов вот сначала 65х13 писали на клинках лазером пишут кто кислотой потом там 95х17 ну ладно потом как бы промелькнул сталь 110 сам я с ней не работал с ней не сталкивался пока как-нибудь пойдет если в руки попробую потестирую посмотрю но ну подошла как на одной выставке и смотрю на клинках на блестящих уже написано я не буду называть чтобы меня поняли правильно ну книг к одним производителем ножей там написано 120 прихожу на следующую выставку уже 130 рекорд поставил один бизнесмен написал 140 ни один металлург такую сталь не знает это знают только некоторые горе производители все это у них приходит для того и многие чё говорить многие бизнесмены у нас работают по принципу сегодня ножик продал а завтра там хоть война поэтому надо помнить что 65 сталь нормальная конечно если это не двадцатка 20х13 сталь для ножей не предназначен абсолютно из 20х13 делаются китайские кухонные ножи с серрейтором с таким серрейтор вот этот вот заменяется ну все мягкости всем хлеб можно резку басу можно есть так им резать ничего нельзя этот нож сокол что вот имеет чехол хороший подвес свободный полторы тысячи рублей с кожным чехол у нас через интернет магазины плюс там почтовые доставки русский булат